Неожиданно, но читать гродненские дети стали больше. Рост количества пользователей летом библиотекари отмечают всегда. При этом речь идет не только о тех, кто добросовестно читает списки литературы, выданные на каникулы в школах. Похоже, мода на книги возвращается, и это подтверждает статистика. В прошлом году за 8 месяцев в картотеках детских библиотек числилось 20 тысяч активных читателей. В этом эта цифра увеличилась еще на полторы тысячи. Возвращение читателей в библиотеки способствует много факторов. Это и постоянное обновление фондов, что позволяет детям находить на полках книги, едва появившиеся в трендах. Также популяризируют чтение и сами сотрудники библиотек, проводя креативные мероприятия, встречи с известными писателями, дни книгодарения и даже прогулки на читающем троллейбусе. В последние несколько лет детские библиотеки активно присоединяются и к международным акциям. Уже в третий раз Гродненские городские библиотеки присоединяются к международной акции «Книжка на ладошке», которую инициировала в 2012 году централизованная система детских библиотек города Самары Российской Федерации. И присоединяемся мы с главной целью нашей – привлечь маленьких читателей, дошкольников к детской современной литературе. И также помочь взрослым, это и воспитателям, и родителям, и педагогам сориентироваться в мире вот этих современных детских книг. В этот день в сотнях библиотек мира одновременно проходят так называемые громкие чтения для дошколят. В Гродно помимо семи детских библиотек, сказки по ролям прочитали еще и в нескольких детских садах. Выбор обычно останавливают на современных авторах. И дело не в том, что пришло время пылиться классикам. Астрид Лингрид, Эдуард Успенский или братья Гримм в «Фаворе и сегодня». Вместе с тем появилось огромное количество новых авторов, создавших интересные произведения, на которых мало кто знает. Именно с ними и стараются знакомить ребят во время громких чтений. Кстати, ежедневно каждую из семи детских библиотек Гродно посещают не менее ста читателей. По наблюдениям библиотекарей не застаиваются на полках фэнтези, приключения и детские детективы. А вот лирика теряет позиции.